Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию очередную зимнюю нюфочку, которая работает тоже круглый год. Но особенность, как вы видите, вся заключается в величине. Поэтому мы сейчас изготовим на крючке 18 номер, а детализацию, если не будет достаточно видно, вы уж извините. Давайте приступим. Крючок Гамакадсу, 18 номер, шарик 1,8-2 мм диаметром. Подрузить, к сожалению, не получится, разве что если у вас будет несколько тоньше, чем вот у меня и уже свинец. Совсем немножко, поэтому проволока можно попробовать медной проволокой. Но этого шарика в сочетании с другими нюфочками вполне достаточно для того, чтобы зимой можно было рыбачить. Сколько у нас выйдет здесь, выполним оборотов. Вплотную к шарику и возвращаемся обратно. Вот так. Этого будет вполне нам достаточно. Промажем немножко клеем и уже будем крепить наш материал. Очень много разговоров о том, что из заячьего пуха и шерсти довольно-таки уловистая приманка. Могу сказать вам сразу, что я как охотник пробовал разные. И с маски, и с лапки, и с чего только не пробовал. Если просто забросить в воду и ждать какой-либо поклевки, то с чего угодно изготавливайте нимфу, результата у вас не будет. Это есть имитация, которая должна хотя бы как-то в толще воды двигаться. Мы сейчас будем изготавливать с вами нимфочку, которая для стоячей воды и очень-очень прозрачная. Поэтому материалы будут немножечко здесь необычные для вас. Но по возможности, я так думаю, их можно будет найти. В качестве хвостика можно использовать пуховое перо, куропатки, перепелки. Или же, если у вас будет нежное перышко, которое по придаткам идет, марабу. Самое главное, чтобы хвостик у нас был достаточно вот такой и остренький, и подвижный. Я его буду изготавливать из остатков вот такие флюо. У меня есть окрашенный сибрайт. Поэтому это та же самая курица, у которой вот хорошие есть перья пуховые. Подровняем краешки, чтобы лишнего у нас не было. И крепим наш хвостик. Повторю еще раз. Можно огрузить, попробовать проволокой 0.12, 0.1, 0.8. Хвостик приблизительно должен, как вы видите, равняться нашему туловищу. Если несколько больше, не расстраивайтесь. В качестве даббинга я буду использовать серый подшерсток, который, повторю, достался мне от моего кота. Но прежде чем мы с вами будем крепить наш подшерсток, я подготовил вот такой небольшой кусочек по отходам голографического люрекса, для того, чтобы слегка приукрасить нашу нимфочку. Закрепим его здесь. Придадим ниткой еще раз небольшую вот такую нам конусность. Берем наш клей, серый даббинг. Если у вас есть в наличии заяц, пожалуйста, используйте зайца. Но при такой величине мушки, крючка, сложно добиться качественного тела. Детализация получается минимальная. А для рыбы, вы сами понимаете, самое главное, чтобы была соблюдена какая-либо детализация. Вот так, немножечко нанесли даббинга. И теперь, начиная от хвостика, двигаемся к грудке. Не доходя приблизительно, вот как у меня я даже уберу, или это лишнее. Не доходя до шарика приблизительно пару миллиметров, Проведем сегментацию нашим люрексом. Сделали один полный оборот. И дальше. Ровным шагом просегментируем наше тело. Прихватили люрекс, достатки отрезали. В качестве чехольчика и лапок, это единственный элемент, который может вас немножечко насторожить. Это я взял два перышка пера CDC и вот так вырезал ость, которая у меня достаточно грубая. Подровняем наши перышки. Сразу два перышка. Обратите внимание, что я закрепил строго сверху и оставил длину ровно столько, сколько мне необходимо, чтобы подвернуть для лапок. То есть мы здесь закрепим и потом после чехольчика это все уберем. Прихватываем до шарика, не сильно усердствуя. Вот так сделали. И теперь возьмем опять немножечко нашего даббинга серого. И изготовим пышненькую грудку. Если у вас имеется даббинг суперфайн для сухих мушек, можно его тоже испробовать, так как что-либо добиться, чтобы было очень тонкое и в то же время обладало теми свойствами, что нам необходимо для изготовления нашей нимфочки, очень тяжело. Натуральное, только вот как вы видите, более подходит мех под шерсток. Вот в принципе-то нам достаточно. Теперь мы с вами что делаем? Берем приблизительно вот так наши перышки, делим пополам, которые спереди Си-Ди-Си. Стараемся так, чтобы они были почти одинаковые. Берем нитью восьмерочкой, закрепим с одной стороны и закрепим с другой стороны наши будущие лапки. Отвели. И теперь берем вот так ровненько сверху, слегка даже можно, примочив наши пальчики, опускаем их вниз и слегка назад. Буквально пару оборотов для того, чтобы они ушли у нас в сторону и назад. Видно вам, как вот по сторонам хорошо у нас лежат. берем теперь наш чехольчик из перьев Си-Ди-Си. Накрываем сверху, следим за тем, чтобы лишнего не подхватили. Вот так приблизительно будет хорошо. Так как перо Си-Ди-Си у нас не любит попадание лака, я добавляю парочку, совсем немножечко клея на нашу нить. И здесь выполняю завершающий узел. Увожу ножки мои. Отгибаем вот так слегка назад. И можем теперь спокойно отрезать остатки материала. Для того, чтобы у нас не было вот здесь некрасивого горбика, я возьму, немножечко промотаю еще даббингом. Совсем-совсем немножечко. Вот так. И теперь уже окончательно нанесу клей на нить, сделаю завершающий узел и все отрежем. Вставим. Вставим. Продолжение следует... Как вы видите, друзья, лапки у нас хорошо обозначены, головка у нас достаточно имеет привлекательность, обозначен наш чехольчик. Почему именно перо CDC? Потому что другая подвижность лапок нам, в принципе-то, не даст ни один даббинг и ни одно перышко. Поэтому, кроме CDC, мы ничем выиграть не можем. Довольно-таки уловистая нимфочка по всей практически белой рыбе. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.